Приветствую вас, и вы знаете, вот я бы вашу проблему в целом, в силу, разделил бы на несколько частей, да. Первая часть это, собственно, то, что вы испытываете неуверенность из-за своего заболевания. То есть неуверенность, связанная, да, с определенными комплексами, там, с определенными факторами стеснения и так далее. Видите ли, комплексы, то есть вам трудно общаться, вам трудно сближаться с девушками и так далее, они будут иметь место до сих пор, пока вы, вот, свое состояние, да, свое заболевание, можно сказать, пока вы его не будете принимать. То есть, по сути, пока вы окончательно не примете его, не сделаете частью себя. Вы же такое впечатление, что не принимаете свою болезнь, вы стараетесь от нее, как бы, немного абстрагироваться, стараетесь ее заглушить, и это неправильно. Потому что, если на данный момент вы не можете ее вылечить, если на данный момент не представляется возможным ее лечить, то в таком случае вам надо как-то жить. и как-то жить, вот именно как-то жить, невозможно, если вы не будете принимать себя таким, какой вы, собственно говоря, есть. И вот этот аспект, аспект, что вы не можете принять себя таким, какой вы ездите, нужно разбираться, разбираться с вами достаточно подробно. Почему? Да потому что, по сути дела, по сути дела, ситуация заключается в том, что с вами общаются какие-либо, какие-то люди. С вами общаются, там, я не знаю, там, друзья, да, там, еще кто-то. То есть, в принципе, взаимодействие происходит на достаточно хорошем, правильном уровне. Но вы при этом почему-то все равно никак не можете принять тот факт, что вы человек востребованный, да, что вы человек нужный, интересный, там, и так далее. И вот этот момент весьма, весьма проблематичный. Потому что ведь друзья у вас, друзья с вами общаются, друзья с вами взаимодействуют. Друзья как-то ну принимают вас. И давайте подумаем. Вот почему друзья принимают, например, а другие люди нет. Почему друзья принимают, а, например, девушки нет. Ведь девочки это те же люди. Те же люди. просто, да, может быть, у вас имеется определенный блок, да, когда вы выстраиваете отношения именно позиции мужчины. То есть вот чисто мужские проявления вам выращать сложно, потому что, понятно, девушки смотрят как бы на вас, и им может не нравится то, что они видят, из-за этого возникают проблемы. Это понятно, но, простите, вам никто не мешает с девушками общаться на темы, на темы, которые вам интересны. вам никто не мешает общаться с девушками на такие общие какие-то схемы, которые, ну, собственно говоря, могут вас как-то там сблизить, могут как-то вам помочь, узнать друг друга там получше, и так далее. И вот этот момент, пожалуй, я бы вам на самом деле посоветовал бы немножечко продумать, потому что, ну, пока, пока я не могу сказать, что вы отдаете ему ему сколько-нибудь правильного смысла, вы придаете ему правильный смысл, вы зациклились на себе, и это плохо. что вы зациклились на себе. Следующий важный момент, он заключается вот в чем. Значит, поскольку у вас ваша балет началась в 15-16 лет, как вы говорите, да, то важный аспект здесь заключается в том, чтобы подумать, а что не болезнь ваша, вообще говоря, спровоцировала, что заставило ее появиться. ну вот, вы там пишите, что у вас это проявилось на фоне определенного стресса, нервного стресса. Хорошо, значит, нужно разобрать, разобрать этот момент, который с вами произошел. потому что без него, без того, чтобы, без разбора этого момента, ну, простите, никак не получится вам помочь. Почему, спросите вы? Ну, опять же, потому что с самого начала ваши отношения с людьми строились, к сожалению, именно вот на таком основании, на основании там определенного, ну, как бы, определенного блока. И пока сама природа возникновения этого блока не будет ясна, да, нельзя говорить о том, что вам можно будет как-то помочь, как-то помочь от этого избавиться. если вы пишете потом, что, грубо говоря, ваша болезнь там произошла от нервного напряжения, то, соответственно, ну, она никаким образом не передается по там по наследству там генетически как-то или как-то еще это чисто ваше заболевание, возникшее именно на основании как бы ваших переживаний. То есть это исключительно то, что чувствуете вы. Исключительно. И вот с этим нужно что-то делать. что делать? Конечно, решать нужно вам. Потому что, ну, понятно, что мы до вас это не решим. Никак. Мы до вас это никак не решим. Но, простите, можно и нужно говорить о том, что проработка того момента, с которого у вас все это началось, вам очень сильно могла бы помочь. Очень-очень сильно. Я бы даже сказал, что этот момент является ключевым. Почему вы отреагировали на определенные нервные переживания таким образом? Ну, вот, таким образом, что у вас возникла Эдамалеев. Почему? Вопрос. Правильно? Правильно. И вот это нужно разбирать. Поскольку конкретного вопроса вы не задаете, то, соответственно, я старался ответить именно в общей картине, в общей палитре. Давайте еще раз. вы слишком много уделяете внимание вейболе. Вы считаете, что она дает определенные препятствия для того, чтобы вы были девушками. Но кто вам мешает, во-первых, общаться с ними, как с людьми, как с людьми. Кто вам мешает стараться проявлять свои другие и сильные стороны и тем самым показывать девушку, что болезнь вас ни в коем случае не сломала, ни в коем случае она не повлияла на вас как-то плохо, чтобы запретить ему сильные мудистые и так далее. То есть нужно этот комплекс разрушать. Болезнь это болезнь и вы в ней не виноваты. Соответственно вас как это как человека хуже не делай. Это выносит определенные коррективы, да. Определенные коррективы это выносит. Но коррективы эти могут купироваться и купироваться вами за счет определенного поведения. Второй момент это собственно говоря причина. То есть причина по которой у вас возникла данная заболевания. А по данной заболевание у вас возникло на нервную пользу, то, соответственно, нужно разобрать вот эту, так сказать, ну, для вас неприятную ситуацию, да, нервную, чтобы она у вас больше не происходила, чтобы она никак больше не выращалась в виде такого заболевания. Почему? Потому что, смотрите, нервное переживание испытывают все, все нервные в принципе, но кто-то находит возможность в себе для себя расслабиться, кто-то находит возможность там, так, релаксироваться, у кого-то происходят нервные срывы, то это кто-то кричит, а кто-то, например, вы, кто-то делает совсем по-другому, у кого-то возникает болезнь, но это не болезнь как таковая, знаете, вот заболевание, например, там, грим-грим, да, растунда, там, еще такое, нет, у вас эта ситуация не такая, у вас это реакция на определенное психологическое напряжение, получается так, и это нельзя просто взять и игнорировать, потому что это действительно, ну, серьезный момент. И если мы устраним причину нервного переживания, она возможна за спор с вами, да ебалин, ебалин потеряет источник своего существования, по сути, и тогда вам, ну, просто-напросто будет легче. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайте в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.